МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И обсуждать все это мы будем с представителями власти и общественности, руководителями проектных и строительных организаций, экспертами в вопросах дорожно-транспортного строительства. В нашей студии сегодня. Первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы Петр Аксенов. Игорь Бахерев, руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог Института генерального плана города Москвы. Генеральный директор ООО «Московская кольцевая железная дорога» Владимир Машкин. Заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Костин. Первый заместитель префекта Северного административного округа города Москвы по вопросам строительства, реконструкции и землепользования Виталий Никитин. Директор института, генеральный директор ООО «Институт Мосэншпроект» Геннадий Рязанцев. Ну, кроме этого, в нашей студии по традиции присутствуют журналисты московских СМИ. Спасибо вам, что пришли. У вас будет уникальная возможность в течение нашей беседы задать интересующий вас вопрос. Ну что, мы готовы начать? Уже в ближайшее время главные способы передвижения по столице изменятся кардинальным образом. Дорожно-транспортная инфраструктура с ее ключевыми магистралями приобретет новые масштабы. И все это в результате ежедневного труда строителей. Мой первый вопрос к вам, Петр Николаевич. Тема нашей дискуссии сегодня «Москва магистральная». Какие проекты стали действительно магистральными для нашего города? Ну, я бы так сказал, все проекты, которые реализуются в Москве, они все нужны и необходимы для столицы. Но важным я бы назвал, особо важным, это Северо-Восточная Хорда, Северо-Западная Хорда, ну и Московское Центральное Кольцо, которое сегодня, наверное, будет одним из важнейшим уникальным объектом для города Москвы. Магистраль, который построен по решению Николая II в 1908 году, уже через 100 лет получает второе рождение. Рождение в виде наземного метро длиной 54 километра. Ну, раз мы начали так подробно говорить о Московском Центральном Кольце, я предлагаю прерваться буквально на несколько минут и посмотреть специальный сюжет на эту тему, который подготовили наши корреспонденты. И после этого вернемся и продолжим. 31 станция, 17 пересадок на 11 линий метро и 10 пересадок на 9 радиальных железнодорожных направлений, плюс 13 ТПУ с перехватывающими парковками. Такой инфраструктурой к моменту запуска будет обладать Московское Центральное Кольцо. По нашим расчетам, критические перегоны в местах, на тех линиях, где есть пересечения с МЦК, разгрузятся на 10-15%, на некоторых линиях до 20%, там, где есть хорошие пересадки, и кольцевая линия разгрузится приблизительно на 15%. Объехать многомиллионную столицу по МЦК можно будет за 1 час и 15 минут. Длина железнодорожной кольцевой 54 километра. Но стука колес никто не услышит. Из-за применения современных технологий сами строители прозвали железку «бархатной». Вся инфраструктура, прилегающая территория к ТПУ, МКЖД, к станции метро, будет благоустроена, высажена деревья и будут сделаны все условия для комфортной пересадки и нахождения пассажиров. Об этом свидетельствуют и инженерные решения, которые применяют на станциях МЦК. К примеру, на платформе Владыки на рабочие возводят 150-метровый надземный переход. Мало того, что он соединит северный и южный вестибюли метро, так еще и свяжет разделенные железной дорогой районы. А выходы станции «Балтийская» ведут не только на ближайшие улицы и в метро. Здесь предусмотрен даже отдельный переход для шопоголиков. Здесь происходит строительство сейчас технологической связи и выходной группы на улице Адмирала Макарова. И также связь с торговым центром северной выходной группой. По новой кольцевой «Ласточки» ходят в тестовом режиме. Глядя на поезда, москвичи уже прикидывают, сколько времени можно будет сэкономить. Я думаю, что это упростит логистику внутри города. Будет, наверное, проще как-то добраться до каких-то мест. Сейчас я езжу через центр от Черкизовской до Дмитровской. Мне приходится пересаживаться на кольцо, а там очень много народу, потому что достаточно ветка. Много вокзалов расположено и все. Так я буду с Черкизовской сразу на МКЖД до сюда доезжать. Интервал движения «Ласточек» составит 5-6 минут. В составах по 5-10 вагонов. В каждом будет система климат-контроля, вай-фай, туалеты и места для инвалидов. А скорость движения будет в два раза выше, чем в метро. «Ласточки» разгоняются до 120 км в час. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что тема нашей дискуссии сегодня звучит так. Москва магистральная. Вы смотрите ток-шоу «Город в твоих руках». Спасибо, что остаетесь с нами. Ну и продолжаем задавать вопросы. Новое кольцо не только разгрузит транспортные потоки, повысит доступность и связанность целого ряда районов. Пётр Николаевич, какими средствами это удалось обеспечить? Средствами городского бюджета и средствами федерального бюджета в лице российской железной дороги. Это совместное соглашение между правительством Москвы и российским железными дорогами. В первую очередь вопрос касается изменений, которые произойдут в инфраструктуре МКЖД, которые превращаются теперь. Я уже сказал, что практически это второе рождение. Дорога, которая осуществлялась только по дизельтяге, сегодня это электрифицированная будет магистраль. 180 километров новых железнодорожных путей, больше 300 километров электрификационных кабельных линий. Это 31 остановочные павильоны и станции, для посадки пассажиров, так и для приема граждан, населения и гостей нашей столицы. Плюс были реконструированы более 9 транспортных мостов, железнодорожных и автомобильных. Ну и я бы так сказал, даже были построены уникальные объекты по железнодорожной инфраструктуре. Это Дорогомиловский железнодорожный мост, мост на пересечении Рязанского проспекта, Нижегородский мост. Это дострачно уникальные крупные объекты, но всего таких более 15 новых мостов, которые, подчеркиваю, жили и трудились иногда с 1908 года. Владимир Михайлович, у меня к вам будет следующий вопрос. Потому что на сегодняшний день нам рассказывают о том, как удобно нам будет пользоваться Московским центральным кольцом. Вот что для этого делается, для того, чтобы переходы, скажем так, из одного вида транспорта в другой были максимально комфортными? Ну, коль мы считаем, что Московское центральное кольцо – это наземное метро, то проектировщики и строители постараются сделать так, чтобы пассажиры, перемещаясь в метрополитене и переходя на трассно-пересадочные узлы, они не ощущали резкие перемены в части комфортности. И для этого сегодня все как бы реализуется в натуре. Что это в этой части делается? Первое – это эскалаторы. Второе – это лифты. Это различные подъемники. Это применение современных материалов, в том числе и природных материалов. Означают ли сейчас ваши слова, что для людей с ограниченными возможностями тоже не будет никаких препятствий, все изначально было предусмотрено еще на этапе проектирования? Да, безусловно. Все проекты рассматривались, согласовывались с соответствующими структурами, которые отвечают за это. И мы получили положительную оценку. Так что маломобильные граждане будут обеспечены комфортным перемещением. Можно ли сказать, что будет свесить абсолютно бесшовный между наземным метро и подземным? Абсолютно так. Можно добавить? Да, конечно. Ведь все проекты, которые прошли, экспертное заключение российской экспертной группы, они согласованы с департаментом социальной защиты. Это в обязательном порядке. Без подписи этого департамента проект не направлялись в экспертизу. Насколько я знаю, все-таки будет некая поэтапность. То есть не все объекты будут сразу введены. Какие объекты оставлены немножко на потом? Ну, с самого начала было решение. Есть объекты первого этапа, есть объекты второго этапа. То есть сейчас мы вообще рассматриваем первый этап. С учетом расчета Института генерального плана, Московской архитектуры, которые по пассажиропотокам рассчитывались как вторая очередь. И необходимость на этом этапе форсировать эти станции не было и вообще не требовать на этом этапе, на первом. Ну, а в последующем, конечно, когда москвичам это будет удобно и гостям столицы, я больше чем уверен, что и вторые этапы до конца года будут реализованы. Ну вот, кстати, в метро на сегодняшний день уже появились обновленные карты, где указаны транспортно-пересадочные узлы первой станции, которые будут введены в эксплуатацию в сентябре этого года, если мы говорим о первом этапе. Но не указано, какие объекты появятся вообще на всей протяженности МЦК. Ну, то есть, например, говоря бытовым путем, если мы об удобстве граждан, можно будет, скажите, Владимир Михайлович, где-то перекусить на какой-то станции, вообще присесть, посидеть, что-то обсудить, телефон подзарядить? Да, проектом предусмотрены объекты, строительство объектов торговли сервиса, и вот эти объекты, они переходят во второй этап. Значит, сегодня объекты торговли сервиса предусмотрены во втором этапе, это Сити, значит, это Новопесчаная, ну и так дальше. Говорить о том, что там можно перекусить или что-то, значит, какие-то другие виды услуги, но мы постарались проект заложить с учетом пожелания населения, которые, значит, высказывались на общественных слушаниях при рассмотрении проектов, максимально все, что население желало. Почему это происходит? Потому что не во всех трассно-пересадочных узлах или прилижающих территориях есть определенный набор услуг. Поэтому те услуги, которые в ближайшей территории отсутствуют, мы максимально предусматривали на этих объектах торговли сервиса. Таким образом, мы обеспечиваем повышенный комфорт пассажирам. Следующий вопрос к Игорю Бахереву. Мне кажется, в принципе, на эту всю историю следует посмотреть более глобально, потому что создание МЦК у нас же затронуло целый ряд территорий перспективного развития. Если масштабом мы на все это посмотрим, как в подобных случаях организовано городское планирование? Вообще, эта стандартная схема, имеется утвержденный генеральный план, в котором были заложены направления по развитию транспортной инфраструктуры. И, в частности, вот этот проект по МЦК, он был тоже там обозначен. А дальше идет следующая схема. Разрабатывается сначала территориальная схема развития прилегающих территорий к этому такому масштабному проекту. Смотрится, что там должно быть, как должна территория развиваться, где должны быть реконструкции, предположим, предприятий каких-то, где офисные центры, какая должна быть застройка. Это все просматривается в такой территориальной схеме. А дальше, после этого уже более детальное проектирование, рассматривается проект планировки. В частности, тут было разработано 31 проект планировки транспортно-пересадочных узлов вместе с остановочными пунктами Малого кольца. И, как наши коллеги говорят, все проекты проходили процедуру публичных слушаний, обсуждались и согласовались с департаментами, с жителями. И уже там принималось то решение, непосредственно которое будет реализовано на практике. Крупные транспортно-пересадочные узлы, крупные ТПК, ТТП МЦК, они как бы находятся уже все внутри готовых объектов. Там уже большое количество существующих дорожных объектов, магистралей. То есть нужно между ними создавать какие-то связки. Все это требует территории. Как вообще размечается территория под будущие транспортно-пересадочные узлы? Как планируются настолько сложные объекты? Ну, здесь как бы я разделил бы на две части этот вопрос. То есть одна часть это непосредственно то, что связано с обслуживанием этих транспортно-пересадочных узлов. Это подходы людей, подъезды общественного транспорта, подъезды личного транспорта к этим транспортно-пересадочным узлам. И сегодня не секрет, что до этого времени станции, поскольку они не осуществляли пассажирскую работу, они были чисто грузовые, фактически подходы были очень... фактически отсутствовали, подъезда общественного транспорта их тоже не было. И для этого была целая работа в составе проекта планировки этих транспортно-пересадочных узлов. Организовывалось и транспортное обслуживание непосредственно, как будут организованы пути подвоза пассажиров, подходы пешеходов и так далее. А второй вопрос, он более как бы в развитии этого направления, более глобальный. Помимо непосредственно транспортного обслуживания самих станций и самих транспортно-пересадочных узлов, у нас необходимо еще развитие уличной дорожной сети. И тут я бы, честно говоря, огромную благодарность сказал нашим предшественникам, которые в свое время, при разработке генеральных планов, они заложили возможность, коридоры, в которых мы можем сегодня вести проектирование и градостроительную деятельность, и проектирование по развитию именно уличной дорожной сети. И вот, в частности, вдоль Малого кольца, МЦК, как часто называется, вдоль этой магистрали у нас проходят достаточно мощные магистрали, магистрали, хордовые, в том числе и все восточные хорды, частично юго-восточные хорды, это совсем уж перспективные. Ну и даже где-то третье кольцо же, которое реализовано, оно тоже частично проходит вдоль Малого кольца. Петр Николаевич, тогда к вам следующий вопрос. Раз мы заговорили о дорожном строительстве, о неких подъездах к различным станциям МЦК, к транспортно-пересадочным узлам, скажите, все тоже распределено поэтапно? Либо вся эта дорожная инфраструктура, которая на сегодняшний день строится, принято решение все это делать единовременно, в общем объеме? Я бы так сказал, институты генплана вместе с департаментом транспорта, вместе с Мосгортранс, отработана комплексная схема подвоз пассажиров к транспортно-пересадочным узлам. И сегодня по этой схеме большая работа проводит департамент капитальный ремонт, который модернизирует существующую дорожную сеть, как уже Игорь сказал, и на третьем транспортном кольце, и на рядовых городских магистралях, как району, так и городского значения, строительство остановок, новых остановок, расширения, модернизации, а также строительство к шести ТПУ мы строим новые дороги. То есть практически создаем новую дорожную сеть для того, чтобы обеспечить подвоз пассажиров. Тогда давайте попробуем все равно хотя бы несколько станций МЦК рассмотреть на конкретном этапе, Виталий Валерьевич. И несколько станций расположены непосредственно в вашем округе. Что на сегодняшний день там происходит? Вот ваша оценка, все ли готовы к запуску в сентябре? И вообще, что жители говорят? Вот вы знаете, послушал коллег, городские структуры, а мы как бы земля, мы префектура, это наши жители, население, районы. Вот так получилось, что МЦК идет не просто у нас по промышленным зонам, она идет по живым районам. Вот Хорошевский район, один из центральных районов нашего северного округа. И две станции, Хорошева у нас идет и Новопесчаная, то есть прямо внутри. Район Сокол, метро Ходынская, ТПУ Ходынская, Войковский район, Волоколамская, Войковская, Коптево, район Коптево, ТПУ Коптево и Николаевский. Вашему району повезло как никакому, мне кажется. Восемь районов, они попали вот в такую ситуацию, что люди, когда мы им предложили эти проектные решения, которые наши коллеги разработали, они все поддержали. То есть у нас абсолютно не было никаких противоречий с населением. То есть единогласно, вы хотите сказать? Не совсем. Были тонкие моменты именно в названии станции. Вот у нас станция Войковская, все, наверное, слышали, было такое определенное общественное мнение. И все-таки город посмотрел и принял такое определенное решение, будет немножко называться по-другому Балтийское. То есть нашли вот такое решение, интересно, но это в перспективе. Люди поддержали, люди посмотрели то, что было предложено, и люди увидели, что эта железная дорога, которая жива сама по себе в советское время, ну просто жива сама по себе, она начинает приходить к нам. И мы получаем транспортно-пересадочные узлы, которые позволяют в шаговой доступности сесть на электричку, спуститься в метро, сесть в автобус и решить все свои проблемы очень быстро. Как я уже говорил, за 20 минут с запада доехать до востока, это очень здорово. И с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с некоторыми вещами, которые нам необходимо доработать, как префектуре. Потому что наши строители и проектировщики, они делают глобальную серьезную большую работу. А мы когда посмотрели, что вот эти вот участки, которые нам предлагается осваивать, они мало доступны для людей. То есть нам необходимо сделать пешеходную доступность, нам необходимо сделать общественный спорт таковой, чтобы он был нужен людям. Можно было автобусу подойти, людей высадить, нормально развернуться, опять загрузить и уехать, чтобы это было по-современному, по-новому. Обеспечить безопасность жителей, потому что жила и застройка очень рядом, насыщенное транспортное движение. И вот те дороги, которые мы строим, позволяют нам это сделать. Сергей Васильевич, вам хочется задать следующий вопрос. Ну вот представим вот сейчас, как должна выглядеть вся территория в районе МЦК. То есть понятное дело, что благоустройство территории жителей в любом случае удовлетворить. Что еще там должно появиться? Я не знаю, гостиницы, какие-то дополнительные торговые площади, места, где можно попить, отдохнуть. Что вот на ваш взгляд там должно быть? Ну вот коллеги сказали, протяженность вот этого участка 54 километра. И очень символично, что МКАД у нас 108 километров. То есть получается, что это ровно серединная зона города. И где-то 30 процентов, о чем я сам сказал, проходит по районам промышленных зон. Поэтому, конечно, первое, о чем я хотел сказать, развитие транспортной инфраструктуры и решение проблем транспорта, когда к кольцевой дороге будет подходить 9 радиальных направлений железной дороги, мы будем пересаживать людей не в центре, а непосредственно на железной дороге. Когда появляется возможность нам на 17 станциях, значит, при этом из них 13 до 500 метров, так сказать, пешей доступности, то есть появляется инфраструктура, которой активно должно пользоваться население. Это я говорю о транспортном аспекте. А если говорить о градостроительном, появляется уникальная возможность, когда мы имеем транспортную инфраструктуру, и именно эту серединную зону хотелось развивать, чтобы в этой именно зоне, вот вы все перечислили, но мне казалось, что самое главное – это появление рабочих мест. Когда не надо людям ехать в центр, как раз вот в этой зоне, когда можно комфортно передвигаться, создать, в первую очередь, рабочие места. Рабочие места, ну и в те же офисы, так сказать. Ну, чтобы не было необходимости в центр двигаться, да? Ну, конечно, конечно. Вот это движение центростремительное, так сказать. Вот одна из основных задач как раз от этого проекта – это как раз, скажем, создание вот этой срединной зоны, именно та, которой должны люди работать. Тоже, в том числе, и комфортно отдыхать, о чем вы говорите. И гостиницы там должны быть, и торговые центры. Как раз концентрация в этих местах, вокруг этих станций, то есть максимальная концентрация – это, наоборот, удобно. То есть мы переходим и, в общем-то, работаем сегодня на одну и ту же тему. Общественный транспорт в городе первичный. То есть, получается, так... Я бы добавил, что я Василий сказал о главном, что второе рождение получает и промышленная зона, которая была и обслуживалась, Московское кольцо, железная дорога называлась, второе рождение, и появляется именно новая рабочая места за счет второго рождения, и новой модернизации всех промышленных коммунальных зон. Ну, тем более, есть же определенный ряд объектов, да, например, ЗИЛ, там, или, там, близость ЦСКА к ТПУ, там, Новая Песчаная. Но не везде же это возможно, правильно? То есть, где, получается, где есть возможность, мы создаем дополнительные рабочие места, где такой возможности нет, в общем, просто ее нет. Давайте о ЗИЛе поговорим, да, вот, наверное, уникальнейший проект. Я не то, что создаю рекламу, но, действительно, реорганизация такой территории, причем, ну, из-за рекламы больше говорится о, так сказать, жилой составляющей, о том, что будет строиться жилье, но дело в том, что там целым проектом вот этой территории предусматривается создание рабочих, более 100 тысяч рабочих мест. И поэтому вот она, существующая инфраструктура с наличием метрополитена, это как раз такой анклав, в котором и комфортно, так сказать, и жить, берег реки. Очень интересный проект, мы вот сейчас смотрим очень внимательно, с пешеходными зонами, там, с инфраструктурой, так сказать, для велоспорта, для отдыха. И в то же время это серьезнейшая площадка для рабочих мест. И поэтому вот комплексность развития, это основное, о чем Игорь Александрович говорил, когда мы говорим о проектах планировки, это попытка как раз развития территории комплексного. Вот ЗИЛ один из примеров. Ну, и еще Сергей Васильевич, еще не продолжу дальше, но ровно ЗИЛ. Вы продолжите. Там еще парк развлечений, а главное парк развлечений, все это притяжение к тому построенному станции метро «Технопарк» и плюс ТПУ ЗИЛ. Концентрация потока рабочих мест и еще парк, огромный парк развлечений городского масштаба. А тогда, вы знаете, другой вопрос возникает. Если мы говорим о парке развлечений, о технопарке, плюс жилой фонд там появится достаточно серьезный. Вот все эти параметры при создании специальных подъездных дорог ТПУ ЗИЛ учитывались, чтобы пробка, опять-таки, не создавалась? Как помните, еще в свое время была ситуация на МКАДе перед каждым там торговым центром. Безусловно. Сейчас на территории ЗИЛ, будем так сказать, идет второе рождение создания новой дорожной сети. Практически ни много ни мало, очень назначительную сумму, я скажу, это около 40 миллиардов рублей, которые планируется вложить на развитие дорожной транспортной структуры в первом этапе. А уже с вводом или приближением ввода парка развлечений, еще дополнительная транспортная структура будет развивать, включая современнейший пеший переход с травелатором, который будет пересекать улицы Андропова, соединяя парк развлечений с ТПУ и с метрополитеном. То есть это за развитием и транспортной стратегии развивается вся территория. Я бы не только, вот ЗИЛ сказал, но у нас, наверное, из 31 ТПУ 15, и гарантированно территория вокруг будет совсем другая. Безусловно. Даже станции Лефортово на шоссе энтузиастов, где старые промышленные предприятия, после ввода уже сейчас проект ТПУ разработан, их проходит полная модернизация современной и промышленной предприятий, и развитие других недостающих, как Владимир Михайлович сказал, и торговые, и офисные, и гостиничные дела. Вы знаете, на сегодняшний день, мне кажется, вообще достаточно много говорят о том, что Москва едет быстрее, что она поедет еще быстрее, и общественный транспорт, и автолюбители. Тем более особое внимание в городе уделяется строительству и созданию скоростных автотрасс. Вот давайте сейчас прервемся ненадолго и посмотрим сюжет наших корреспондентов именно на эту тему. Чтобы большой город двигался без пробок, нужно не только строить много дорог, но и буквально видеть будущее. Институт Денплана Москвы этим и занимается, прежде чем приступать к очередному проекту по развитию транспортной ситуации в столице. Как только объем понятен, нужно решить, каким образом пассажиры будут передвигаться. Вариантов много. Метро, наземный транспорт, железнодорожная сеть и, конечно, личные автомобили. А в Москве их с каждым годом все больше. И те стандарты, что были заложены в советские годы, устарели. Именно поэтому сейчас реконструируют и строят новые развязки и хорды. Сегодня одна из самых больших дорожных строек – северо-восточная хорда. Она пройдет через густонаселенные районы Москвы и соединит платно по дорогу Москва-Санкт-Петербург с трассой Москва-Казань. Сейчас основные работы ведут на участке между Щелковским и Измайловским шоссе. Объект разделен на пять вводных участков. Это участок первый – это основной ход по хорде от примыкания к четвертому кольцу до Щелковского шоссе, включая две эстакады. Это уличнодорожная сеть, включая реконструкцию окружного проезда Чербаковской улицы и Тканской. И пешеходные переходы. Эти три первых участка мы планируем ввести ко дню города. Последний этап – левоповоротные эстакады и строительство туннеля. Их ведут до конца года. Владимир Варыгин и сам ждет, когда же запустят все эстакады. За рулем он больше 25 лет. И уверен, новые дороги помогут сократить время в пути. А это уже территория Новой Москвы. Здесь тоже строят совершенно новую дорогу. Протяженность участка – 2,5 километра. Но это только часть большой хорды, которая напрямую соединит сразу несколько поселений на присоединенных территориях. Чтобы мне отсюда попасть, допустим, в город Троицк, сегодня это надо поехать в сторону МКАДа до Калужского шоссе и до Троицка. Ну, я думаю, что полтора часа это сегодня точно займет. После реализации этого объекта, я думаю, что 10-15 минут. Новая хорда от Минского шоссе до деревни Батакова протянется в параллельном кат и пересечет еще три крупных шоссе – Поровское, Киевское и Калужское. Длина всей новой дороги – почти 15 километров. По ней наряду с личными автомобилями будет курсировать общественный транспорт и даже велосипедисты по специально оборудованным дорожкам. А для пешеходов построят безопасные подземные переходы. Спасибо, что остаетесь с нами. Я хочу вам напомнить, что вы смотрите ток-шоу «Город в твоих руках». И сегодня тема нашей дискуссии звучит так – «Москва магистральная». Мы продолжаем. Петр Николаевич, все действующие городские программы сейчас переработаны с учетом создания максимального комфорта для жизни москвичей. В чем удобство и комфорт скоростных магистралей? Как они должны вписаться в общегородскую среду? Они уже вписались достаточно успешно. Наверное, я приведу всегда, наш руководитель комплекс говорит, что за прошедший год, 15-й, в горе добавилось, тем не менее, мало, более миллиона автомобилей. Но пропускная способность позволила транспортной магистрали не снизить и не создать больше пробок, чем, может быть, даже ожидали кто-то, рассчитывая на то, что будет такое количество приобретенных автомобилей. Все, что объекты, которые строятся, реализуются, они направлены только на дно – на улучшение транспортной доступности москвичей и гостей столицы. И это удается. Сегодня практически любая магистраль от 20 до 25%, как и рассчитывал Генплан, практически реализует улучшение пропускной способности. Ну а любая магистраль, как я всегда, маленький ручеек, большой ручеек, дает возможность растекаться транспортно-потоком, не забивая улицы города Москвы. Хорошо, давайте тогда зададимся другим вопросом, в некоторой степени флософского характера. А может, Петр Николаевич еще вопрос? Да, конечно. Мы говорим о магистралях, но Петр Николаевич ничего не сказал о реконструкции развязок на МКАДе. Ну, там вопрос, я думаю, это особый вопрос, практически реконструкция, все развязки получили второе рождение, я всегда это говорю. Современные, по разработке института, генерального плана, Московской архитектуры, современные европейские развязки. Осталась единственная развязка, которую мы завершим в 17-м году, развязка МКАД с правосоюзной, это с учетом развития Калужского шоссе на новой территории, как бы увязали сводом этой магистрали. И развязка на Челковском шоссе, который сегодня, модернизация, которая не произведена, в связи с тем, что еще не решен вопрос глубокого захода в Московскую область. Все остальные развязки получили второе рождение. Да, вы знаете, тем более, кстати, у нас... Стали современными, удобными для москвичей. Вот у нас москвичи отмечают, что стали строить дороги по-европейски, хотя, например, я считаю, что у нас строят гораздо лучше, вообще круче, чем в Европе. Игорь Александрович, вот к вам вопрос. Так как достаточно много в городе создается и объездных магистралей, и скоростных автострад, и развязок, и стакад, но вот у москвичей иногда возникает вопрос, что значит много или мало, сколько их в городе необходимо, как это все вообще в столице просчитывается, сколько нам необходимо дорог, опять-таки, учитывая тот факт, о котором сказал Петр Николаевич, что просчитать уровень автомобилизации, ну, достаточно сложно, я думаю, все с этим согласятся. Ну, тут на самом деле и с уровнем автомобилизации все не так сложно, есть определенные тенденции, закономерности, мы их изучаем, и совершенно понятно, что есть определенный рост уровня автомобилизации, потом его некая стагнация происходит, и потом дальше уже на каком-то этапе происходит ротация просто парка, автомобили заменяются на более новые, так весь мир идет по такому пути, мы чуть отстали в этом плане, потому что у нас, ну, наше, так сказать, советское прошлое, оно было безавтомобильное, и поэтому сейчас несколько догоняем эту историю, но идем по тем же самым тенденциям и закономерностям. Поэтому мы где-то рассчитываем примерно на то, что уровень автомобилизации в Москве будет порядка 450 автомобилей, это максимальное, на что мы считаем, дальше уже как бы расти уровень автомобилизации не будет. Это связано с трудностями использования автомобилей в городе. Соответственно, вот как это все рассчитывается? Значит, естественно, делаются прогнозы по уровню автомобилизации, у нас есть прогноз по населению, мы дальше используем материалы, которые разработаны в генеральном плане города по развитию всей территории, и тем самым мы можем получить те транспортные корреспонденции, которые будут в городе осуществляться, которые осуществляются сейчас, и которые будут осуществляться там через 10, 15, даже 25 и даже 35 лет. Исходя из этих вот как бы транспортных корреспонденций, сегодня есть у нас в нашем распоряжении все возможности. Мы имеем транспортные модели, компьютерное моделирование, где мы рассчитываем те транспортные пассажирские потоки, которые будут возникать в перспективе с учетом развития территории, с учетом роста уровня автомобилизации и так далее и тому подобное. И, соответственно, после этого, используя вот этот механизм, мы можем запланировать разные варианты улично-дорожной сети, разные варианты транспортной инфраструктуры, метрополитена, железной дороги и так далее. И все это вот объединяя в комплексе, мы можем тогда посчитать, сколько же действительно нужно автомобильных дорог, улиц в городе, сколько нужно линии метрополитена и так далее. Очень коротко один вопрос, потом второй сразу. Если вы просчитываете все эти модели, то наверняка они просчитываются под какой-то определенный рост количества автомобилей. Можете назвать? Ну, я сказал, мы примерно рассчитываем на то, что у нас уровень автомобилизации будет 450 автомобилей на тысячу жителей в городе. И после этого... А нынешний? Сейчас порядка 300. То есть мы еще, в принципе, идем... То есть полтора раза. Мы еще идем. Но как быть-то в этой ситуации? То есть, естественно, помимо развития самой транспортной инфраструктуры, вот все, что сейчас направлено, это направлено на то, чтобы сократить использование личного транспорта для поездок по трудовым целям. Второй вопрос. Все-таки, да, под планирование дорог. Как планируется территория под проекты сквозных скоростных магистралей? Ну, здесь я вот еще раз повторюсь, я говорю еще на особую благодарность нашим предшественникам. Они в свое время, при том, что уровень автомобилизации, вот когда делали генплан 71-го года, например, уровень автомобилизации планировался, что будет 140 автомобилей на тысячу жителей и выше не будет. И при этом даже вот при тех, так сказать, данных и при тех задачах, которые стояли перед теми городостроителями, они заложили максимально возможные коридоры в нашем городе. Ну, естественно, что не можем мы использовать полностью те коридоры, которые имеются, потому что там могли быть памятники всякие истории архитектуры, культуры, природные комплексы и так далее. И в каждом конкретном случае идет очень огромная работа, вот Сергей Васильевич этим вопросом занимается, по увязке вот всех вот этих вот решений транспортных, чтобы они соответствовали всем городостроительным решениям. То есть и как пройти и не затронуть территорию природного комплекса, как обойти памятники истории культуры и так далее. Понятно, да, такая сложная, кропотливая работа. Но вы знаете, кстати, мне кажется, что некоторые дороги должны были уже появиться давно. Например, северо-западная или там восточная хорта. Потому что в столице уже некоторое время назад обозначилась проблема вот этих отсутствия связок между определенными районами. Петр Николаевич, что происходит вот как раз в направлении строительства хорта? Ну, северо-западная хорта мы рассчитываем в 2018 году в полном объеме будет завершена. От Дмитровского шоссе до Можайского, и в том числе, включая южный участок северо-западных хорта, который в основном нацелен и направлен для более лучшего транспортно-обслуживания Сколково. И все такие факты подтверждают, что мы эту задачу реализуем. И если уж так говорить, что в 2018 году останется один из последних участков, перейдет на 2018 год, это участок от Карамжской набережной до Крылатской улицы по Внемникову. Все остальные участки будут завершены в 2017 году. Геннадий Иванович, к вам следующий вопрос, потому что Петр Николаевич сказал, сейчас приходится как-то быстрыми темпами достраивать то, что необходимо. Какие технологии позволяют это сделать? Потому что и Марат Шекерзанович Хуснулин, и другие представители стройкомплекса достаточно часто говорят о том, что в максимально короткие сроки удалось построить что-то достаточно быстро и, самое главное, качественно. За счет чего? Ну, я так скажу, что технологиями наши подрядчики-строители обладают многими. Но в своих проектах мы закладываем не только технологии, но и различные решения. Это минимизация перекладок инженерных коммуникаций, которые необходимы для сооружений, искусственных сооружений. То есть это и санация трубопроводов, и бестоншейные прокладки для того, чтобы можно было перейти улицу, не закрывая движение, не делая объездных дорог, которые тоже удлиняют срок строительства. Дальше, ведь самый основной срок по строительству у нас определяется искусственными сооружениями. Это мостовые сооружения, пешеходные переходы. Поэтому сегодня, ну, не такая уж большая тенденция, но мы решаем вопросы там, где посреди улицы идет очень много коммуникаций, мы делаем надземные пешеходные переходы для того, чтобы их не перекладывать, а перейти спокойно и оставить все как есть. А в эстакадах, допустим, мы применяем более ускоряющий способ – это сталибетон. Значит, из чего он складывается? Подходы к эстакадам идут из сборных блоков, которые выпускаются промышленностью. У них там определенная длина до 33 метров. Потому что эстакада, она очень длинная. Так, и переход через улицы, где у нас пересекаем, это уже сталибетон. Это тоже балки, металлические балки заводского изготовления, которые не перекрывают улицу или перекрывают на какой-то небольшой промежуток времени, ночное или какое-то время, установить дополнительную опору. И потом идет обетонирование уже по смонтированным балкам. Вот это все ускоряет срок строительства. Виталий Валерьевич, тогда позвольте вот к вам следующий вопрос. Вообще, жители замечают, что все строится достаточно быстро. Потому что, понятное дело, любая стройка приносит некоторые неудобства. Особенно, если это строительство идет там непосредственно рядом с твоим домом. Но вот жители уже набрались терпения. Они понимают, что строители выполняют все максимально быстро, насколько это возможно. Ну, знаете, самая главная задача была объяснить людям, для чего мы это делаем. Когда люди понимают, для чего делается, и видят, что мы не только языком болтаем, но и делаем, и строим, и они нам верят. И так получилось, что все, что грандиозное в городе Москве началось, оно началось на севере. Первая, наверное, развязка основная была сделана Ленинградском шоссе в районе Химок. В дальнейшем мы сделали Бусиновскую развязку. Мы сделали связь Шереметьево, нашего аэропорта, одного из основных, с городом Москвы. И нам удалось соединить несоединимые, у нас в течение всего существования города Москвы, Октябрьская железная дорога, разрезы в округ пополам. И у нас получилось так, что на севере Дмитриевский район, Западный, Дегунино, Бескудниково и районы Ховрина, Левобережда, они никогда не связывались. Нужно было выехать на МКАД или через Третье кольцо заезжать. Сегодня жители этих районов имеют шикарную связь через железную дорогу. У нас построена дорога, мы спокойно можем связываться, переезжать, ездить в гости к другу. И самое интересное, что мы спокойно выезжаем в Шереметьево, мы не боимся опоздать. Если раньше выезжая на МКАД и едя через Химки, мы понимали, что нам необходимо иметь зазор в 3 часа минимум, чтобы доехать до аэропорта, чтобы не переживать, то сейчас мы спокойно доезжаем, можем спланировать свое время. Это очень здорово. Вот эта связь районов, она объединяет людей. И мы легко попадаем, ездим в гости, мы трудимся, нам легче работать и добираться на работу. Или бы и вещи, даже простые банальные вещи, вот скорая помощь, пожарная и так далее. То есть это сейчас пошло, поехало. Это нам с этим очень сильно повезло. Спасибо строителям, потому что это тоже достойно аплодисментов. Мне кажется, самое время предоставить слово нашим коллегам. Сегодня в нашей студии присутствуют журналисты, представители московских СМИ, телеканал Москва-24. У вас есть возможность задать вопрос? Добрый день. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот Петр Николаевич рассказал уже нам о северо-восточной хорде, о северо-западной хорде, но не затронул южную ракаду. Поэтому хочется спросить, задать такой вопрос, на каком этапе сейчас проект южной ракады? Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда же в полном объеме заработают все ракады, хорды, дублеры в Москве? Конкретная дата интересует. Спасибо вам за вопрос. Ну, южная ракада уже в работе. Первый этап от Блоклавского проспекта до Пролетарского проспекта уже сегодня в строительстве. И второй этап от Пролетарского проспекта до МКАД сегодня в разработке в Москве архитектуре. После планирующего решения, я думаю, что мы его тоже возьмем в строительство. Что касается дублера, северный дублер, сегодня реализуется через конституционное соглашение с инвестором. Сейчас идет разработка проекта с метной документацией и освобождение территории. Ну, мы рассчитываем где-то до 2020 года дублер Кутузовского проспекта, соединяющий сити с МКАДом, будет реализован. Южный дублер Кутузовского проспекта сегодня разрабатывает проект с метной документацией. В адресной инвестиционной программе 2016-2019 год этот объект есть. И мы рассчитываем с участием инвесторов в 2017 году приступить его к реализации. Ну, возможности финансовые, бюджета и, наверное, позволить завершить тоже, так рассчитываем, по крайней мере, такие есть планы, до 2020 года. АПЛОДИСМЕНТЫ Что касается северо-восточной корды, то первых два участка от МКАДа, от Вишнякова-Люберцы до шоссе-энтузиастов сегодня находятся в работе. Участвуют от шоссе-энтузиастов до Щелковского шоссе уже в стадии завершения. Один объект будет завершен от шоссе-энтузиастов до Измайловского шоссе в этом году, а участок от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе в следующем году будет в полном объеме. Ну и разрабатывается градостроительное решение и проектная документация, которая соединяет участок от Дмитровского шоссе до Открытого шоссе. Мы рассчитываем, что в следующем году проект с медной документацией начнет разрабатываться и уже попозже мы расскажем о сроках завершения этого участка северо-восточной. Тогда позвольте последний вопрос завершения вообще всей нашей дискуссии. Мы выбрали с Наилем, как нам кажется, самый актуальный вопрос из тех, которые прислали нам телезрители. Какие изменения будут происходить на МКАДе в ближайшее время? Ну, во-первых, на МКАДе уже произошли изменения. Я уже коснулся строя реконструкции развязок. Владимир Михайлович это задал вопрос. Реконструкция развязок на МКАДе позволила по-другому организовать движение. И вообще организации движения на МКАДе уже стали по-другому. Что-то еще будете там делать? Безусловно. Есть уже первый участок от Рублевского шоссе до Ленинского проспекта. Выполнено расширение этого участка. Он уже сдан. Сегодня в разработке еще участок, южный участок от Липецкой развязки с Липецкой улицы МКАД до верхних полей. Другие участки МКАД находятся в проработке Московской архитектуры с учетом развязки и прилегающей территории. Это вопрос ближайших лет нашей активной работы. Вопрос ближайших лет активной работы. Но мне кажется, это тема для отдельной большой беседы. А у нас сегодня, к сожалению, уже заканчивается время. Приятно говорить о планах, но времени на это всегда не хватает. Наша программа подходит к концу. Я благодарю всех, кто принял участие сегодня в дискуссии. Спасибо вам, что вы оставались с нами. Это было ток-шоу «Город в твоих руках» в студии телеканала Москва-24. С вами были Елена Долстая, Наиль Губаев. Спасибо еще раз. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»